А у нас на очереди еще один мессенджер. Очень интересный мессенджер. Симплексчат. Действительно интересный, перспективный. В личном топе я бы его поставил на первое место по задумке и реализации. Но на первом месте у меня стоит мессенджер, в котором есть все мои контакты. А в Симплексчат таковых пока нет. Ну давайте надеяться на лучшее и верить, что идея полетит. Тогда у нас будет по-настоящему защищенный и конфиденциальный мессенджер, а не вот это вот все. Значит, что нам пишут по поводу фич? Сквозное шифрование. End-to-end всего, что только возможно. Децентрализованные секретные группы. Только участники знают об их существовании. Да и сам мессенджер, к слову, децентрализованный. Зашифрованные бэкапы, которые вы можете переносить на другие девайсы. Режим инкогнито. Обо всем расскажу чуть подробнее далее. А главная фишка тут вот. Это первый мессенджер, без юзер айди. Вообще. То есть не то, что без привязки к номеру телефона, а вообще без юзер айди. Не будем расстраивать разработчиков и глубоко копать эту тему. Скажем так, очень круто, что это мессенджер без юзер айди. То есть по сути без возможности вас идентифицировать впоследствии. Главный недостаток нет под ПК. Только айфон и андроид. Причем версия не ниж 10.0. Значит качаем и устанавливаем из гугл плей. Эвдроид есть и на гитхаб есть. Исходный код открыт. По поводу ПК. Насколько я понимаю, технология взаимодействия пользователей без юзер айди просто не позволяет синхронизировать два устройства. А значит ожидать приложения под ПК не стоит. Но могу я ошибаться и надеюсь, что ошибаюсь. Потому что для меня это конечно огромный минус. Дальше у нас черный экран. Приложение не позволяет записывать скринкаст с экрана мобильного. Именно этот пункт вызвал у меня самые теплые чувства по отношению к симплекс-чат и уверенность, что у мессенджера высокий потенциал. Это полушутка-полупритч, которую я расскажу в самом конце. Значит вам предложат создать профиль. Соглашайтесь. Дальше указываете ник и ваше имя. Имя не обязательно. И дальше можно создать адрес и не создавать. Создавайте. Хотя можно и не создавать. Сделайте это позже. Созданное имя вас ни к чему не обязывает. Можете и мне делиться и выступать инкогнито. Но обо всем по порядку. Вот включился экран. Да, там еще кстати будет вопрос по поводу уведомлений. Читал, что батарею поджирает, когда работает в фоне. Так что вам решать. Опять же приятно, что об этом спрашивают. Все, начинаем общаться. Про секретные группы точно сейчас не буду рассказывать. Значит, можно создать ссылку приглашения, либо вставить ссылку приглашения. Давайте создадим. Идеально, конечно, сканировать QR-код. То есть ваш собеседник рядом с вами и вы уверены, что это он. Он сканирует QR-код. Все, чат пошел. Если собеседник не рядом с вами, вы можете отправить ему одноразовую ссылку, используя какой-то защищенный канал. Но тут, похоже, нет сохранения в буфер, что немного странно. Можно использовать какую-то прокладку, а потом уже оттуда скопировать и отправить по защищенному каналу. Присланную ссылку можно вставить, а можно просто по ней перейти и он добавит контакт. И вот у нас две Алис Натали. И это основа алгоритма. По сути, это разные чаты с разными людьми. Хотя человек на самом деле один и устройство у него одно. Это из-за отсутствия User ID. Но даже не буду вдаваться в подробности. Это два скринкаста на объяснение технологии. Сам не до конца понимаю. На выходе с одним человеком вы можете запустить бесконечное количество чатов. Все они будут разные. В одном обсуждаете котиков под своим ником, в другом планы захвата вселенной под псевдонимом. Сам чат достаточно милый и простой, но при этом функциональный. В лучших традициях Винни-Пуха. Есть все, что нужно, а чего не нужно, нет. Нет, правда, приложений под ПК, но в остальном все как у Винни-Пуха. Сообщение улетело. С информацией о доставке. Можно прикрепить камера фото-видео и файл. То есть все, что угодно. Кстати, все прикрепленные файлы также шифруются. Можно отправить голосовое сообщение. И вот это я, по-моему, не встречал нигде. И я прямо дико благодарен разработчикам за эту фичу. Живое сообщение. То есть сообщение появляется по мере того, как вы печатаете. И это для борьбы с теми, кто любит писать сообщение по одному слову. Очень сильно меня раздражает. Ну вот такие включают лайв и спокойно печатают. Каждое слово будет появляться, что называется в прямом эфире. А когда мысль наконец закончится, человек нажимает галочку и заканчивает лайв. Это не та полушутка, полупритча, которую хотел рассказать в конце. Но тоже фича, достойная стать притчей. А то, что хотел рассказать, получается, расскажу в конце следующего скринкаста. Потому что даже по верхам тут в один никак не влезает. Так что ждите. Поверьте, оно того стоит. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.